Сегодня дед и внук решили сделать чебуреки, причем это очень такая хорошая штука, чебуреки, они делаются из теста и фарша. Я сегодня утром рано встал, сделал тесто по своему фирменному рецепту, секрет которого я, конечно же, вам открою, но не сразу. Потом мы заехали и купили стандартного фарша немножко, ну а мама нам приготовила замечательный на блендере размельченный лук. Сейчас мы подготовим рабочую площадку, а мама пока может камеру выключить. После того, как мы посолили и поперчили фарш, мы добавляем в фарш немножко лука. И теперь наша задача аккуратно размельчить, вернее смешать фарш с луком для придания пикантного вкуса нашим будущим чебуреком. Сейчас мы это все сделаем. Саша готовится раскатывать тесто. Сейчас мы посмотрим. Это мы делаем, размельчаем. Размельчаем, размельчаем и получаем вкусный, вкусный фарш. Половину смешаем с луком, а тут сделаем, может быть у мамы будет какая-нибудь другая идея. После того, как мы равномерно перемешали, получилась такая масса, с которой приятно работать. Она берется легко руками. Можно попробовать. Хороший лук, замечательный лук. Вот так. Так, фарш готов. Фарш готов. Теперь мы работаем с тестом. Поскольку у нас вот эта рабочая площадка, мы ее сначала посыпаем посыпаем мукой. Берем кусочек теста. Вот, когда мы его подготовим. Вот теперь совершенно спокойно. Давай, работай кулаком. Отлично, отлично. Нормально, нормально. Так, все хорошо. А теперь вот то, что ты, так сказать, показал. Давай. Так, для того, чтобы оно раскатывалось с одной стороны, теперь перевернули, замотали вот так, еще вот так. Так, так, хорошо. Теперь еще вот так, с этой стороны. У нас получается такой лист теста, который мы сейчас, мы ему придадим форму. Для этого можно любыми способами придавать форму, но мы пользуемся подручными средствами. Берем крышку. Посмотри, как будет сейчас интересно. Вот, берем, повернули, это убрали. Что получили? Круг. Совершенно правильно. Теперь берем этот круг. Сейчас, сейчас, секундочку. Вот, мы его кладем сюда, фарш. Разминаем. Это еще потом нужно будет. Вот. Теперь аккуратно. И вот тут нужна твоя тонкая работа. Когда мы это все вот так закрыли, значит, тонко по краю придавить пальчиками. Вот так вот, как я делаю, пальчиками. Давай. Не щипай, а так придавливай сверху. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Да, это ничего, она потом поддавится. Теперь смотри, переворачиваем и с этой стороны тоже поддавим. Потом сверху немножечко, чуть-чуть приминаем. У нас получается вот такая вот формочка. Но она... Да, 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 да. Все правильно. Так. И для того, чтобы у нас он был красивым, мы его формируем раз и формируем два. И он у нас получается вот такой правильной формы. Вот. Получается вот такая заготовка для чебурека. Мы ее пока кладем сюда. И берем следующую. Так. Где наш могучий кулак? Так. Хорошо. Хорошо. Катаем. Это пока в сторону. Хорошо. Хорошо. Ну, чтобы он не прилипал на муку подсыпать, не жалея. Ну и много не насыпая. Так. Давай сейчас я с этой стороны прокачу. Я буду... Я буду вертикально делать, а ты ему будешь горизонтально делать. Вот он наглебать. Начал. Убираем. Муке, 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 муке. Поехали. Давай. Не торопись. Тут сильно нажимать не надо. Тут надо смотреть, чтобы оно разномерно расходилось. Разномерно расходилось и приобретало такое. Вот. Чем тоньше ты раскатаешь, тем приятнее потом тебе будет его на зубах держать, хрустить хрустиками. До конца докатывай. Все. Хорошо. Замечательно. Оп! Как он навернулся. Раз. Почему? Потому что тут прилипло. А это ничего страшного. Мы его назад. Мы его назад. Мы его еще раз раскатаем. А это не. Это то, что там по поверхности мука, это хорошо. Вот так. Теперь сам делай форму. Клади сюда и поверну. Чуть-чуть повернуть. Раз. Раз. Теперь можно не снимая. Вот это убрать. Подняли. Ах! Какая. Какая совершенная форма. Так. Пожалуйста. А. Тебе подливы. Понял. Давай сюда. Берешь фарш. Это многовато. Вот так скрывай за степи. И по центру. Раз. Так. Подожди, подожди. Еще можно фарша положить. Чуть-чуть. Самую малость. Вот сюда. Замечательно. Все ты правильно делаешь. Так. Завернули. Завернули. Проберем. Так. Сейчас. Сейчас. Подтянем. Подтянем. Пальчиками. 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 Хорошо. По муке провезли. Так. Сделали так. Пальчиками. А это ничего страшного. Ничего страшного. Это немножко. Так. Теперь. Сделали ему формочку. Раз. Раз. Два. Три. Вот. Еще один красивый чебурек пошел на место. Разжимай. Хорошо. Нормально. Сначала обо мне. Нет. Тут. Он так. 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 Вот. Вот. Давай получше этот. А я этот помну. Вот. Я раскатываю этот. Раз. Хорошо. Хорошо. Давай так. 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 Прилипла. Не страшно. Когда для того, чтобы качалке не ликло тесто, надо подсыпать мукой. И качалку, и тесто. И тогда оно очень хорошо держится. А так, иначе оно прилипает к поверхности. Ну, это технология. Технология, знаешь, как говорится, я долго сам, у меня по всему прилипало, потом, знаешь, потихоньку нашел такие приемы, которые позволяют не прилипать. Вообще, конечно, сказать, что мы высококвалифицированные повара, это было бы большим преувеличением. Катай, казай, катай. Но, тем не менее, тем не менее, вот, так, все нормально, все раскатал, делай форму. Ой, надо что-то еще. Еще вот так, да? Хорошо. Для равномерного, для равномерного толщины, ничего страшного, там уйдет с краю. Так, прижал, повернул, снимаем, поднимаем. Накладываем. Так, хорошо. Еще. Нормально, этого точно хватит. Это большой такой, большой, толстый, упитанный чебурек. Ну вот, у меня сейчас... Вообще-то, я... Хорошо. Так, стоп-камеру сделаем пока. Да. Теперь можно с аппетитом вонзить зубы в чебурек. Ешь. Как показывает практика, чебурек первым на человека не нападает. Но соблазняет. Так же вот. Мы сегодня были настоящими поварами. Спасибо маме за кооперацию. Папе за экспресс-анализ продукта. И разрешение употреблять всем. Ой, мне... Да-да, да, все понятно. Я же это всем лицом ем. Папа. Да. А если это смешать с этим? Ну, будет это с этим. Будет два цвета? Коктейль. Угу. Они перемешаются. Два цвета не будет. Это тоже очень интересные химические опыты посмешивали. Да. Коктейли. Это вот вода и масло не перемешиваются. Азаша, как переводится, коктейль? Коктейл. А что это значит? Вот, да, зитмин. Петушья... Коктейл. Хвост. Петушьи хвост. Петушиный. Я бы сказал хвост петуха. Тут меня это. Петушь хвост. А почему так называется, Саша? Тогда петушь кок. Коктейл. Ну, это вот такое образное выражение. Это петушьи хвост очень пестрый. Много разных пёрышек. Поэтому коктейль там, когда много всего намешано. То есть несколько ингредиентов. Как тут? Это уже никак. Уже капула всё съел. Уже скребу по сусекам. Да. Петуши. Спасибо. Петуши. Продолжение следует...